МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарове прошел турнир по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Минздрав России выдал Центру имени Гамалея разрешение на проведение клинических исследований лайт-вакцины против коронавируса. Эта версия препарата предполагает прививку одним компонентом, а не двумя, как при вакцинации спутником В. В испытаниях будут участвовать 150 добровольцев. Цель клинического исследования – оценка безопасности, переносимости и иммуногенности спутник лайт. Исследование будет идти до конца года в Медицинском университете имени Сеченова. Научно-исследовательском центре экобезопасность и Научно-исследовательском институте гриппа имени Смороденцева. В декабре разработки лайт-вакцины сообщил президент Владимир Путин. Позже директор Центра имени Гамалея Александр Гинсбург рассказал, что иммунитет от препарата будет сохраняться до 4 месяцев. Эффективность составит около 85%. По его словам, такую вакцину будут поставлять за рубеж. А россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом. За минувшие сутки в России выявили 22 934 случая заражения. Из них в Нижегородской области 442. В Сарове заболели еще 47 горожан. Из тех, кто госпитализирован, 196 в состоянии средней степени тяжести и 14 в тяжелом. Начало января знаменовали собой обильные снегопады. Кому-то сугробу в радость. А кто-то жалуется на то, что в снегу буксует машина или невозможно пройти с коляской по тротуару. Коммунальные службы все праздники устраняли последствия снегопадов. Однако расчистить успели далеко не весь город. Как саровчане оценивают уборку города и какие проблемные места еще остались, выясняла наша съемочная группа. В Саров пришла снежная и морозная зима. С 12 по 16 января столбики термометра могут опуститься до минус 25 градусов. А улицы и дворы города завалило снегом. Такая зимняя погода доставляет немало хлопот работникам дорожно-эксплуатационных предприятий и управляющих компаний. Снег так много навалило. Как вы считаете, справляются с уборкой снега в Сарове? Да, да, работают хорошо. Да, все устраивает. Смотрите, все чищено. Неплохо. Потому что могло быть и хуже. Но снега-то немного, поэтому нормально все. В общем-то справляется. Хотя снегопадов-то еще и не было в общем. Не чистят парковки некоторые, где ограничено время чистки, как вот по четвергам, что-то не что-то не, вот так их плохо чистят. Да, здесь вот хорошо вроде бы. Нормально, чистенько. Только вот скользко для нас, пожилых, уже скользко здесь все-таки. По крайней мере, там, где я живу и там, где я хожу, у меня претензий нет. Все вычищено, даже в праздники. Утром встаешь, уже все дорожки расчищены. Ну, я снова району, у нас все хорошо. Очищено, да. Часто убрать снег во дворах мешают припаркованные автомобили. Будьте вежливы и не усложняйте работу дорожным службам. Оставляйте машину так, чтобы она не ограничивала спецтехнику. График уборки на сайте администрации. По сравнению с зимними праздниками, сейчас увеличилось количество техники для уборки снега. Чистить тротуары, дороги и дворы выходит весь штат сотрудников, как дорожно-эксплуатационных предприятий, так и управляющих компаний. А жители Сарова пока наслаждаются морозной зимней сказкой. Вам нравится такая снежная зимняя погода? Да, нам такой только зимы не хватало. Нравится очень. Здравствуйте. Прекрасно. Главное, что солнце есть. Мороз и солнце – день чудесный. Главное, есть солнышко, девушки. Второй или третий день всего в этом году, мне кажется, солнышко. Так все прекрасно. Главное, чтобы было солнышко, снег чистый, белый. Все будет хорошо. Прекрасная погода, чудесная. Прямо как в детстве. Все детство – морозно, солнце. Мне кажется, прямо и на душе хорошо от этого. Как сообщает гидромедцентр, аномальные морозы продержатся в Сарове еще несколько дней. А вот сколько мы сможем наблюдать такую снежную сказку, неизвестно. Пока есть возможность, не теряйте времени. Поиграйте с друзьями в снежки, снимите слеговика с морковкой вместо носа и ведром на голове. Или изобразите снежного ангела. Нижегородских школьников рекомендуют не отправлять школу в сильные морозы. Сообщает министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в Инстаграм. При понижении температуры воздуха до минус 25 учеников начальных классов лучше оставить дома. При минус 30 остаться дома смогут ученики первых девятых классов. Решение родители принимают самостоятельно. Необходимо только предупредить, что ученик остается дома. И это не будет засчитано, как прогул. Школа во время морозов продолжит работать в штатном режиме. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровских школьников приглашают провести лето в детском оздоровительном центре «Березка». Пока планируют пять смен по две недели. Возраст детей от 6,5 до 15 лет включительно. Также в конце августа для старшеклассников и студентов организуют профильную смену продолжительностью 10 дней. Прием заявлений начнется 1 февраля. Подробнее о сменах сотрудники лагеря расскажут 21 января в 17 часов во время прямого эфира ВКонтакте. Задать свои вопросы можно уже сейчас в группе «Сарова-Березка». День снега пройдет в Сарове 18 января. В этом году он будет посвящен 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. До 16 января все желающие могут принять участие в двух интернет-конкурсах. Во-первых, можно слепить фигуру или композицию на тему космоса в своем дворе, на территории школы или детского сада, в парке и так далее. Сфотографировать ее и выложить фото ВКонтакте с хэштегом «Снежный Саров». Во-вторых, организаторы предлагают снять короткое видео, отразив в нем снежную тематику, и выложить ВКонтакте с хэштегом «Саров Сноудей». Виртуальную зимнюю выставку снежных фигур работы участников конкурса снежных видеороликов опубликуют в группе «Саров-молодежь». Итоги конкурсов подведут 17 января на лыжной базе. Также в программе «Дня снега-2021» флешмоб «Космический лед», работы тематической фотозоны, соревнования по брумболу, лыжной гонке, космический забег и многое другое. Начало в 10 утра без возрастных ограничений. Выпускник Саровской лыжной школы «Атом» Артем Мальцев пришел вторым в гонке-преследовании на 15 километров свободным стилем в рамках третьего этапа «Тур-дески». Старт состоялся в швейцарском «Вильмиста-Юр». Ранее на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе саровчанин стал обладателем бронзовой медали в коньковой гонке на 15 километров. 27-летний лыжник, мастер спорта международного класса, золотой и бронзовый призер чемпионата России в 2018 году, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира по лыжным гонкам среди юниоров в 2011-2013 годах, бронзовый призер этапа Кубка мира 2017 в Пенчхане, победитель всемирных военных игр 2018 в Сочи. Походы в гости, вечерние банкеты, посиделки с друзьями в кафе. Новогодние праздники наносят тяжелый удар по организму. Обилие тяжелой пищи, жирных салатов, десертов приводит к нескольким лишним килограммам и проблеме в пищеварительной системе. Как смягчить последствия зимнего гастрономического загула и вернуться к прежнему рациону, расскажем далее. Затяжные зимние праздники нередко сбивают режим дня. В свою очередь, сон до обеда и частые застулья приводят к отечности и лишним килограммам. Как перестроиться на свой обычный распорядок дня и вернуть форму без мучений, изнурительных голодовок и выматывающих тренировок в спортзале? На самом деле совет тут один, максимальный. Быстро вернуться в свой привычный рабочий режим. Чем быстрее вы начнете есть так же, как раньше, чем быстрее вы начнете выстраивать режим такой же, как раньше, тем быстрее все эти лишние излишки воды или излишки жира, они уйдут. При правильном питании и устоявшемся режиме дня организм сам справится с отеками от жирной и соленой еды. А разгрузочные дни только усугубят проблемы с пищевым поведением, утверждает Анастасия Егорова. Когда вы резко наелись, потом, оп, перестали есть, потом опять, значит, можно наесться и опять перестать есть, но так же в жизни не происходит, ну, не должно происходить. Поэтому максимально убираем из головы всю вот эту вот шелуху, которую нам навязывают, да, и просто внедряемся в обычную жизнь, в обычную. Вес вернется со временем, он потихонечку вернется к своим исходным данным. Не забывайте и про физические нагрузки. Полезнее всего после праздников гулять на свежем воздухе. Но нужно быть аккуратным, поскольку первая рабочая неделя в этом году выдастся аномально холодной. Столбики термометра могут опуститься до минус 25 градусов. Гулять надо каждый день, так же, независимо от того, что у нас за день. Единственное, что сейчас реально аномальные холода, поэтому будьте аккуратнее. Главное, чтобы не обморозить себе, не нанести себе какой-то вред. То есть одевайтесь в тепло, мажьтесь солнцезащитным кремом, обязательно кремушком против обветривания, и будет вам счастье 100%. В такую погоду диетолог рекомендует включить в свой рацион здоровые животные жиры, мясо, рыбу и молочные продукты. А также не забывать поддерживать водный баланс в организме. Картины из шерсти, ажурные воротнички, салфетки, теплые шали. Эти и многие другие работы можно приобрести в рамках благотворительной выставки «Подали радость на Рождество». Ярмарка проходит в Центре милосердия во имя царевича Алексея. Авторы творческих работ – родители, воспитывающие ребенка с УВЗ, инвалиды и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Мастерицы и рукодельницы, которые создали картины из шерсти, кружуные воротники в винтажном стиле, уютные шали и забавные игрушки, предпочли остаться за кадром. В их творческих натурах удивительным образом сочетаются природная застенчивость и невероятное трудолюбие. Платки и бактусы из шерсти хлопка связала надежда. У ее дочери проблемы со здоровьем, поэтому женщина уволилась с работы, чтобы больше времени уделять ребенку. Пока девочка в школе, надежда занимается любимым хобби. Технику вязания крючком она освоила буквально за год по урокам в интернете. Открываешь, смотришь, разбираешься. Выбираешь уже рисунки, когда начинаешь уже вязать, смотришь, а какой рисунок получится. Хочется попротнее, чтобы он был или пореже. А какая пряжа к этому подойдет. Да, вот однотонная лучше будет или уже с переходами от одного цвета к другому. И уже обращаешь внимание на все, на это подбираешь пряжу. А какую лучше, хлопковую взять или все-таки шерстью, чтобы она была более пушистенькая, более мягенькая. Еще надежда вяжет ажурные салфетки и забавные игрушки. Посмотреть ее работы и приобрести можно на выставке и ярмарке в Центре Милосердия или в группе ВКонтакте «Золотой крючок». Другая рукодельница вяжет крючком с детства. У Марины Александровны на попечении находится внук, поэтому дополнительный заработок тоже придется кстати. Преклонный возраст и проблемы со зрением не позволяют долго вязать, поэтому на один воротничок уходит полторы недели. Вы знаете, у меня есть два любимых. Он называется один немецкий, так как стоечка. С рюшами такими внизу. И мы называем его голландский. Это вот отложенный такой воротничок, который под любое платье буквально подходит. Всего на выставке-ярмарке «Подари радость на Рождество» представлены работы семи саровских мастериц. Каждая вещь – это особенная история ее автора, в которую она вложила свою любовь и старания. Есть вышивки нашего волонтера. У нас есть девушка-волонтер уже давно у нас. У нее проблемы есть и со зрением, но тем не менее она вышивает. И ее работы тем очень дорогие. И она была бы рада, если бы у нее что-то приобрели. Вообще изделия ручной работы ценятся очень вот такой и стоят дорого. На благотворительной рождественской ярмарке сувениры и предметы одежды можно приобрести гораздо дешевле. Для авторов эти деньги станут необходимым подспорьем в лечении детей и приобретении материалов для своего хобби. Еще есть у нас тут собственное творчество на гуманитарном складе. У нас бывает, что приносят вещи, которые, например, людям уже люди, они залежались на полках, их никто не взял. И мы сделали из них такие вот матрасики для кошек, мягкие матрасики. И мы тоже будем рады, если эти вещи приобретут. Работы саровских мастерист можно также посмотреть в группе волонтерского центра ВКонтакте. Чтобы приобрести понравившиеся сувениры или игрушку, нужно написать сообщение в группу, перечислить деньги автору, а потом прийти в Центр милосердия по адресу Пушкин 24А и забрать. Выставка-ярмарка будет работать весь январь. Возможно, потом формат станет полностью дистанционным. Пока организаторы решают, как это сделать. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Рождественские товарищеские встречи в этом году пришли на замену традиционному зимнему турниру Сарова по футболу. В соревнованиях приняли участие семь команд. Семь дней они играли по круговой системе. Больше всех очков набрала команда Эскотерем. Последнее место занял Восток. Подробнее о рождественском футбольном турнире расскажем в следующем репортаже. Для молодой команды «Фламенго» рождественские товарищеские встречи стали дебютным турниром. Объединились команды лишь в конце декабря, но уже первые соревнования принесли результат. Третье место. Несмотря на такое тяжелое сейчас время, очень классно то, что проводят такой турнир. Мы рады возможности в нем поучаствовать. Хотелось бы, конечно, найти первое место, но немного не получилось. Но мы хотя бы в тройке. Это тоже нас радует. Спасибо организаторам за такой турнир. Всего в турнире приняли участие семь команд. Играли по круговой системе. Каждый день со 2 по 9 января проходило по три игры. Ввиду последних событий ковидных, ребята все соскучились по футболу, у нас появилась возможность провести рождественский турнир. То есть назвали мы его «Рождественские товарищеские встречи». То есть руководство спортивной школы «Икар» пошло нам навстречу, выделило футбольное поле на открытом воздухе. Вторую строчку турнирной таблицы заняла команда «Икар». Первое место досталось команде «СК Терем». Атмосфера на поле была скорее дружеской, чем соревновательной, отмечают победители рождественских товарищеских встреч. Турнир носил название «Рождественские встречи», поэтому он такой больше товарищеский. Прийти, развеяться в праздники, встретиться с друзьями и провести хорошо. В плане игр прошло все в дружеском атмосфере, как мне казалось, без каких-то там склок и драк. Турнир по футболу «Рождественские товарищеские встречи» проходит впервые. В этом году он заменил ежегодный зимний чемпионат, который не удалось провести из-за эпидемиологической ситуации. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok